Искреннее возмущение у тверичан и гостей города вызвало новая схема движения на Октябрьском проспекте, которую организовали муниципальные власти. Накануне мы уже сообщали о том, что теперь закрыт выезд на эту магистраль от торгового парка Н1 в сторону окружной трассы. Также теперь нельзя попасть в магазины, свернув сразу возле таможни. Наша съемочная группа выслушала все, что думают водители по этому вопросу. Еще не успели тверичане прийти в себя после закрытия Крупского моста и привыкнуть к ужесточению трафика на Волголамке и Южном Виадуке, как городские власти подкинули новый сюрприз. Теперь запрещен поворот возле таможни в сторону парка Н1 и обратно. Водителям всякий раз отныне приходится делать крюк, либо в сторону окружной трассы, либо до кольца на улице Можайского, которая и так перегружена. Южновское кольцо, оно и так уже загружено, а еще и вот это загружать это плохо, очень плохо и неудобно. В числе причин изменения в схеме неисправность светофора. Этот перекресток и без того аварийный. В том году тут было 5 ДТП, а в этом уже 3, отмечают в госавтоинспекции. А тут еще и автоматическое регулирование потоков захромало. За последнее время эти красно-желто-зеленые огни гасли трижды. Вот и пришлось отключить окончательно этот объект, который почему-то до сих пор находится в частных руках. На территории города у нас все светофорные объекты находятся на балансе администрации города. Данный светофорный объект находится на балансе пока у торгового центра «Глобус». «Глобус» готов передать, но почему-то вот все тормозится бюрократии. Наверное, кто-то может подумать, что в бедной муниципальной казне просто нет денег на ремонт или замену системы автоматической регулировки движения. Однако, посетив пару сайтов производителей такой продукции, мы убедились, что цены более чем доступны и вполне сопоставимы со стоимостью работы автокрана по укладке бетонных блоков. При этом, затягивая принятие светофора на баланс, чиновники оперативно приняли решение о запрете поворота. Видимо, рассудив, нет поворота – нет и проблемы. Зато водители просто шокированы. Дурь полная. Пока я сам не знаю, как выезжать. Отсюда выезжать мне на окружную, допустим. Я не знаю, как. Как водители, я думаю, что эта схема дорожного движения сделана явно людьми, которые не живут в этом городе. Возможно, у них персональные водители, возможно, ездят по отдельным дорогам. Может, у них вертолеты есть. И еще больше негодуют предприниматели – поставщики товаров в многочисленные магазины «Парка Н1». Все они говорят, что новая схема означает дополнительные временные и финансовые расходы на бензин. Большой груз приедет на выгрузку. Куда он поедет? В город? Толкаться? Я являюсь поставщиком. Мне по работе неудобно совершенно ездить сюда. Мне неудобно в другие районы отсюда теперь ездить. Занимает время. Вчера я также читал форумы. Различные, очень много недовольных людей. Не меньше возмущены и покупатели. Они также тратят заметно больше времени и топлива на то, чтобы приехать сюда, а потом выехать обратно. Нашей съемочной группе пришлось выслушать немало разных слов о работе чиновников в городской администрации. А также предложение, что с ними надлежит сделать. Безобразие. В советское время их выстреляли. Мое мнение лишь такое. Руки оторвать кто-то придумал. Это *** скончено, если честно. Все через *** подвелывается.